Достигай Израиль и весь мир. Шалом Аллехем, мир вам. Почти каждое послание в Новом Завете начинается со слов «благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа Иисуса Христа». И мы просто говорим вам «шалом Аллехем», «мир вам». Дорогая, сегодня у нас очередной особый выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Как ты знаешь, сегодня я буду говорить о Божьей суверенной воле. С момента нашего знакомства я твердо держусь этого послания. Если мы не будем знать, что Бог суверенен и у Него все под контролем, мы не будем иметь мира на этой земле. Поэтому мы должны понять и уяснить для себя, что Он – суверенный Бог. Мне нравится, что в твоих проповедях мы всегда видим, как соединяются Ветхи и Новые Заветы, и как разворачивается Божий план. Во всем этом мы видим суверенность Бога. Божий план не сможет изменить ни дьявол, ни человек. У Бога есть план для каждого из нас, и Он его обязательно исполнит. Это приводит меня в восторг. Ты права, дорогая. Я думаю, что пока мы не научимся смотреть сквозь хаос, происходящий вокруг, и видеть, что у Бога все под контролем, Он все еще надо всем. Мы не сможем иметь мир в своем сердце. Я верю, что через откровение, которое в ходе этой программы получат наши зрители, это принесет им в сердце огромный мир. Мы говорим «Мир вам, дорогие сыновья Божии!». Добро пожаловать в Баруха Шен, Благословенное имя Господня. Сегодня мы продолжаем серию, которую я назвал «Как Иисус совершает библейский иудаизм». В прошлом выпуске программы я начал говорить о том, что до тех пор, пока мы не будем иметь правильный взгляд на еврейскую Библию, которую иудеи называют Танах, а христиане называют Ветхим Заветом, мы не сможем иметь точное понимание того, кто такой Бог. Наше представление о нем будет искаженным, и наше понимание нашей христианской веры будет слишком поверхностным. Дело в том, что основание нашей веры в Писании — это Ветхий Завет. Поэтому первая книга Нового Завета, Евангелие от Матфея, начинается с родословной Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. То есть первые страницы Нового Завета сразу же возвращают нас к первым страницам Завета Ветхого. Мы должны понимать наше основание. Мы должны правильно ориентироваться в Писании. Если мы не сможем правильно ориентироваться в Писании, потому что все время будем тратить на изучение только Нового Завета, это приведет к неправильному богословию. Многие из вас знают мою историю. Я, будучи евреем, сверхъестественно получил спасение в 1978 году. Иешуа явился мне прямо у меня в спальне. Я начал всем рассказывать о том, что пережил, и мне посоветовали пойти в церковь на богослужение. Эти люди пригласили меня на вечернее служение в среду, на котором были сотни молодых людей. Проповедник начал проповедовать. И мне показалось, что он описывает Бога в небесах, который многое хочет дать человеку, но не может, потому что человек просто ему не позволяет это сделать. Якобы Бог в небесах раздражен тем, что его цели нарушены из-за непослушания людей. Что-то внутри меня не могло этого принять. Я понимал, что у каждого человека есть свобода воли, но тогда мне показалось, что проповедник описывает Бога как того, кто не может сделать то, что хочет, потому что человек мешает ему это сделать. В духе я почувствовал, что не такого Бога я знаю. После собрания я поделился со своим другом, что то, о чем говорил проповедник, не совсем соответствовало тому, какого Бога я знаю, и моему представлению о Боге. К тому времени я уже много изучал Писание, но мой друг не очень-то мне поверил, и он направился к проповеднику. Они долго разговаривали, я подождал какое-то время, и потом тоже направился к ним. Тогда проповедник спросил его, «Это твой друг, который тебе это сказал? Он просто не хочет читать Библию». На самом деле Бог — нераздраженная сущность где-то там в небесах, которая не может сделать то, чего желает, потому что ему не позволяет это сделать человек. Когда мы изучаем еврейскую Библию, мы видим истину о том, что Бог — суверенный Бог. Он всем управляет. К примеру, в книге Даниила Бог смирил Новохудоносора, сделав его безумным, потому что тот сам не желал смириться пред Богом. Новохудоносор усвоил урок, что он не должен ходить напыщенно и превозноситься. Когда суд Божий настиг Новохудоносора, он уяснил, что Бог надо всем, что он суверенен. А вот что он сказал в книге Даниила. Он осознал, что Бог является Богом в небесах, а также на земле. Он творит все, что хочет, и никто не может его остановить. Никто не удержит его руку. То есть в иудаизме Бог суверенен. Он Бог неба и земли. И он совсем не раздраженный Бог, который сидит в небесах и злится, потому что не может исполнить то, что желает. Проблема в том, что многие христиане, не заботясь о том, чтобы утвердиться в изучении еврейских писаний, развивают в себе неправильное богословие. Как и тот проповедник, они имеют неправильное представление о Боге. Я могу привести вам и другие примеры. Возьмем, к примеру, исцеление. К сожалению, некоторые проповедники, которые несут послания об исцелении, и которых Бог использует для того, чтобы приносить людям по всему миру исцеление, имеют ограниченное богословие, и тем самым ограничивают действия Бога, говоря, что Бог никогда бы не послал в жизнь человека болезнь или суд, и что все плохое, что происходит, это от дьявола. Но правда в том, что когда мы читаем еврейские писания, когда мы читаем еврейскую Библию, мы видим, что Бог может для своих целей использовать все, что угодно, включая и какие-то неприятные вещи. К примеру, в книге Исаии Господь говорит, «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Мы также видим это в Новом Завете в жизни Павла, когда Павел говорит, что из-за избытка благодати и дарованных ему откровений. Ему был дан посланник сатаны, чтобы истязать его плоть. От кого же был этот посланник сатаны? Это был Божий инструмент, потому что, как сказал Павел, этот посланник сатаны был приставлен к нему из-за избытка, дарованного ему Богом откровения, чтобы Павел не превозносился от множества откровений. То есть, этот самый посланник сатаны был на самом деле инструментом Господа, чтобы помочь Павлу быть смиренным и не превозноситься. Павел говорил, что он трижды молился Богу, чтобы Бог забрал его, и после третьей молитвы он услышал, как Бог ответил ему, «Павел, довольна для тебя благодатью моей». Другими словами, я не заберу у тебя этого посланника сатаны, который приносит боль в твою жизнь, потому что, Павел, сила моя совершается в немощи. Это заставляло Павла оставаться на коленях, находясь в битве с врагом в его жизни. И Бог совершал в нем силу Святого Духа и хранил его, чтобы тот не превозносился. Люди, не имеющие представления о еврейских писаниях, также не смогут понять то, чему учит Новый Завет. В еврейской Библии Бог посылал змей, чтобы они жалили тысячи детей Израиля в пустыне по причине их непослушания. Это Бог наслал на Мариам проказу, когда она выступила против Моисея. Бог повелел земле разверзнуться и поглотить Корею и сообщников за бунт против лидеров, поставленных Богом. То есть Бог использовал как хорошее, так и плохое. Он наш Адоно-Лам, Владыка Вселенной. И для того, чтобы понимать Его цель и Его славу, для того, чтобы понимать то, чему учит Новый Завет, мы должны также понимать еврейскую Библию. Поэтому, возвращаясь к тому, на чем я остановился, что люди, учащие об исцелении, имеют неправильное богословие, они учат тому, что Бог никогда для своих целей не устал бы использовать болезни. Но правда в том, что это не соответствует Слову Божьему. Бог есть Бог-целитель, но у Него на все свои времена и свои цели. Поэтому, если вам нужно исцеление, я вдохновляю вас продолжать молиться и верить, что Бог вас исцелит. Он целитель, и Он приведет к целостности и совершенству каждого из своих детей. Но также, если вы сегодня страдаете от болезни, задайтесь вопросом, чему Бог желает научить вас в процессе, потому что Он может исцелить вас за секунду. Я вдохновляю вас верить в исцеление, но также рассматривать все, что говорит Слово Божие. Для этого нам нужно знать как еврейскую Библию, так и Новый Завет. Итак, для чего я вам все это говорю? Это уже вторая программа данной серии. Здесь мы говорим о том, что нельзя все время изучать только Новый Завет. Мы все должны понять, что важно изучать также и еврейскую Библию. Прослушайте прошлый выпуск, если вы его пропустили. У меня нет времени повторять всю проповедь, но достаточно сказать, что Иисус использовал еврейскую Библию, чтобы отражать атаки дьявола. Павел использовал ее, чтобы говорить людям о могуществе Бога. Это была их единственная Библия. Если им ее хватало, она актуальна и для нашей жизни сегодня. Если мы будем изучать только Новый Завет, наше понимание христианской веры будет слишком поверхностным, и у нас при этом будет искаженное богословие, а так быть не должно. во имя Иисуса, во имя Иисуса, я разрушаю всякое влияние тьмы на жизнь этого парня. Ты когда-нибудь уже принимал Иисуса в свою жизнь? Первый раз? Хорошо. Скажи Иисус, громко скажи. Ничего страшного. Бог мой, во имя Иисуса, каждый демон должен уйти. Не переживай. Сейчас я хочу, чтобы ты повторил за мной эти слова. Господь Иисус Христос, прямо сейчас я отдаю тебе всю свою жизнь навсегда. Навсегда. Слава Господу. И вот что мы сейчас делаем. Я попрошу одного из ваших пасторов подойти сейчас и познакомиться с вашим новым сыном в Господе, и я прошу вас провести его в молитве покаяния. Когда он служил, одного парня начало трясти. На нем было помазание, которое заставило всех бесов убежать. Он пошел домой очень счастливым. Он пошел радостным. Он освободился и стал радостным. Я хочу продолжиться и на сей раз я хотел бы разоблачить неправильное понимание Бога многими людьми, которые видят Бога еврейской Библии как Бога закона, Бога дающего закон и наказывающего. Они видят Бога в еврейской Библии как Бога, который проявляет справедливость через то, что наказывает людей всякий раз, когда они ему непослушны. А Бога нового завета они видят как Бога благодать. И многим из Божьего народа кажется, что в еврейской Библии и в новом завете Бог отличается. Если в еврейской Библии это строгий Бог, дающий закон, который не проявляя милости наказывает народ всякий раз, когда они ослушались, то в новом завете такое ощущение, что Бог изменился. Теперь Он Бог благодати, теперь Он Бог любви. Это приводит людей в замешательство. Как это может быть один и тот же Бог? Разве это все тот же Бог? В Ветхом Завете Бог кажется мне совсем иным. Он отличается от Бога нового завета. И сейчас я хочу поговорить об этом и помочь вам понять, что Бог Отец Господа Иисуса Христа автор еврейской Библии и Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Другими словами, церковь, Бог еврейских писаний, Танаха, это тот же Бог, который открылся нам в новом завете. Начнем с того, что рассмотрим это в самой базовой и элементарной форме. Давайте для начала рассмотрим природу Бога. Соответствует ли природа Бога, открывшегося нам в еврейской Библии, природе Бога, открывшегося нам в новом завете? Давайте зададим себе вопрос, какой атрибут Бога наиболее выделен как в еврейской Библии, так и в новом завете? Наиболее ярко выраженный атрибут Бога в обоих заветах? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте с вами откроем книгу Исаии, 6 главу. Исаия был реально уникальным пророком, потому что многие пророки в еврейском писании не были образованными и не занимали высоких должностей в обществе. Но Исаия был уникален тем, что он был более знатного рода. Он был пророком, служащим при многих царях Израиля. Но его призвание началось при правлении царя Озии. Посмотрим 6 главу Исаии, призвание и встречу, которые он имел с живым Богом Израиля. И с вашим Господом сегодня. Давайте начнем с 1 стиха. Исаия пишет, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу». Обратите внимание, Исаия смотрит на божественных существ вокруг престола Божия. Послушайте, что они говорили. «Заметьте, Исаия видит небеса, он видит Бога, сидящего на престоле. Исаия говорит, «Я видел Господа, сидящего на престоле, и вокруг него стояли серафимы». И вот что говорили эти серафимы. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят». «Кадош, Кадош, Кадош, Яхве». Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. «И поколебали сверхи врат от глаз и восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, что вы должны поймать Исаию на слове. Он видел Господа Превознесенного. Бог позволил ему увидеть в духе Господа, сидящего на престоле. Исаия видел его, и он услышал слова, которые ангелы говорили друг другу. И вот что они говорили, «Кадош, Кадош, Кадош, свят, свят, свят». Господь воинств. Яхве, Бог всемогущий, Господь воинств воинств многих. Итак, что здесь уникального, что выделяется на фоне всего? Это три повторения атрибута Бога, которые встречаются во всем Ветхом Завете всего лишь однажды, всего один раз во всей книге Танах. То есть, Исаия возвеличивает этот атрибут Бога, Божью святость, больше всего. Исаия не говорит, «Всемогущий, всемогущий, всемогущий Господь воинств». Он также не говорит «Праведный во всем, праведный во всем, Бог любви». Нет, Он использует слово «святой» и трижды повторяет его. Свят, свят, свят. И я повторю, это единственный раз во всем Ветхом Завете, во всем Танахе, когда Божий атрибут повторяется трижды «свят, свят, свят». Итак, поскольку это единственный атрибут Бога, который повторяется целых три раза, то мы можем сделать вывод, что это самый превознесенный атрибут Бога. Свят, свят, свят. Исаия видит на небесах, что именно этим эпитетом наиболее часто возвеличивается Бог, сидящий на престоле. И мы сейчас задаемся вопросом, а является ли этот атрибут Бога также наиболее ярким атрибутом Бога, представленный нам в новом Завете, в Бритхадаша. Сейчас я покажу вам нечто захватывающее. Мы откроем с вами книгу Откровения, четвертую главу, потому что в четвертой главе Откровения апостол Иоанн находится на острове Патнос. Там он пережил встречу с Богом, во многом похожую на ту, что имел Исайя. Апостол Иоанн был призван увидеть духовный мир. Он был вознесен на небеса, где он увидел Бога, сидящего на престоле. Давайте посмотрим, что увидел Иоанн. Я начну читать с первого стиха четвертой главы книги Откровения. Итак, Слово Божие гласит нам, трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вовеки. Аллилуйя. Иоанн говорит, «После сего я взглянул, и вот дверь, отверсто на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Правда, это похоже на то, что видел Исаия. Исаия также был призван на небеса, где он увидел Бога, сидящего на престоле. Ну, а мы продолжаем читать. Иоанн пишет, «Исей, сидящий, видом был подобен камню, яспису и сардисон, и радуга вокруг престола, видом, подобное Смарагду». Эти драгоценные камни отражали цвета радуги. И поэтому мы можем видеть, что вокруг престола Божьего была радуга. И это подчеркивает красоту Бога. Но мы продолжаем читать, «И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и гласы. И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть всем Духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола». Послушайте внимательно. Четыре животных. Ну и теперь восьмой стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, и опять же внимание, свят, 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 Господь, Бог, Вседержитель». То есть Иоанн увидел ровно то же, что видел Иисайя в своем видении. Это единственное место во всем Новом Завете, где трижды повторяется один из атрибутов Бога, а именно Его святость. Иоанн услышал «Свят, свят, свят, Господь Содержитель». Ангелы восклицали это в своей пламенной любви к Богу, поэтому Ветхие и Новый Завет соответствуют друг другу. Оба Завета учат тому, что Божья святость — это самый превознесенный из Божьих атрибутов. Мы продолжим наше удивительное путешествие по Слову Божьему на следующей неделе. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Игорь Негода Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о суверенности Бога и о том, что это означает для вашей жизни сегодня. РАВИНУ ШНАЙДЕР Донести Слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мирою, добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи. Но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новые Заветы, и как Иисус совершает иудаизм.